Переходим на Bittrex24. Что такое? Мы выпустили, скажем так, у нас она проходила под кодовым названием песочница, это локальное приложение Bittrex24. Ну что это? Это такие же самые приложения, которые публикуются сейчас нашими партнерами в Marketplace, но только они, нету для них ни каталога, нету для них необходимости получать технологического партнера, нету, скажем так, кучи всяких бюрократических и так далее вещей, обязательств и так далее. Это просто ваше приложение. То есть это то, при помощи чего вы можете сделать какую-никакую автоматизацию, кастомизацию вашего Bittrex24 или вашего клиента Bittrex24, то есть именно частную, не массовую. И это с помощью чего можно интегрироваться с внутренними системами, с вашими сайтами, с вашими, там, системами управления внутренними, там, бухгалтериями и так далее. Можно я дополню? Мы видим этот сегмент спроса, как, например, компанию, в которой руководство говорит, хотели бы видеть, например, остатки по счетам, остатки утром, там, по движению или задолженности по каким-то материалам, чтобы рабочий день начинался, грубо там, с статистики, либо что-то изменилось во внешней системе. Некоторые у нас берут внешнюю систему мониторинга и в случае срабатывания, там, какого-то события закидывают что-то в живую ленту. То есть есть какая-то внешняя система, да, в которой что-то происходит, чем-то автоматизировано, и она должна в коммуникационный слой что-то закидывать. На Западе даже есть такое понятие единой ленты событий происходящих компаний. То есть Bitrix24, он на эту ленту претендует, но сложновато было собирать данные снаружи, то есть как бы автоматизировать вот этот информационный поток. Хотелось сделать его логичным, понятным и более просто реализуемым. Ну и, то есть это приложение, которое можно опубликовать на каждом конкретном Bitrix24, оно, по сути, выгружается в то же самое место, куда выгружаются все картинки, документы и так далее. То есть это маленькое, скажем так, частное облачко. Соответственно, там хранятся эти приложения. Ну и смысла нету, не шарить ничего, потому что оно локальное. Как его посмотреть? Если кто не видел, у нас появился пункт меню приложения, добавить приложение, и там есть возможность как стать партнером, так и загрузить вот это вот именно маленькое свое приложение, заполнив вот эту форму. То есть форма практически, кто пользовался маркетплейсом для Bitrix24 практически идентична. Там надо выбрать название приложения, название пункта меню, которое будет выводиться в блоке приложений, выбрать права доступа. По сути, мы сделали ограничение по правам доступа исключительно для того, чтобы понимать, что приложение работает. Конечно, мы могли его убрать, потому что это свое приложение, что хочу, то и дело, на своем портале. Но мы все равно подошли к этому вопросу формально, если мы говорим, к чему имеет приложение, потому что он использует те же самые REST методы и уровни доступа. В дальнейшем надо указать либо ссылку, если приложение хостится где-то в другом месте, либо запаковать все это зипчиком и загрузить архив. Соответственно, после загрузки этот зип будет распакован и загружен в CDN. Теперь, значит, что касается возможности этого приложения. На данный момент у нас уже порядка 270 методов реализовано. Мы постоянно находимся в работе их реализации. Это бесконечный цикл. То есть, когда мы выпускаем новый функционал, мы начинаем сразу пилить для него какие-то REST методы. Последние были с диском для добавления поста в живую ленту. То есть, идет постоянная работа. И главное, что все эти методы у нас документированы подробно. То есть, можно пользоваться. И многие пользуются. Значит, теперь какую интеграцию сделали мы, как пример, в прошлом релизе Bitrix24. Мы, значит, сделали в конфигурации 1С сделали возможность публикации любого отчета и так далее, сущности 1С, публикации его в живую ленту. То есть, фактически, если мы говорим о технической реализации, это модуль Bitrix24 Marketplace, который занимается только тем, что выдает токен на авторизацию, который после этого надо скопировать и в настройках, в 1С настройках его указать. Соответственно, все это, я еще раз говорю, документировано. Вот ссылка на документацию REST. Вот пост нашего сотрудника, коллеги, который показывает там подробно очень, как можно вообще в эту живую ленту публиковать любой пост, используя PHP и используя REST. А у тебя нету видео, которое показывает, как этим пользоваться, как шарить, публиковать, нет? Оно там, по-моему, дальше будет. В коробке нет. В коробке нет. В коробке там на PHP модуль написалось. Вот. В коробке есть, более того, в коробке есть функционал, который добавляет живую ленту. Он называется там, как-то, XD-импорт модуль называется. Там можно выбрать либо RSS, либо как-то затягивать какое-то данное. То есть там много гибких настроек, которые будут периодически там что-то постить живую ленту в нужную группу. То есть там модуль, он давно работает, уже, в принципе, используется. Но применять его в Bitrix24, там есть ограничения, ну, в облаке. Поэтому, то есть пока так. Вот это пример, как бы он, не знаю, выглядел, может быть, непривычно для тех, кто программирует на PHP. Здесь, собственно, вот идет такое же обращение по REST. Идет, собираются необходимые поля. Ну, и это приложение, то есть там, это не все, конечно. И оно, по сути, вот из 1С публикует сообщение в живую ленту. Ну, соответственно, используя тот же самый REST, вот он, например, получает список групп для того, чтобы в своем интерфейсе отобразить их для выбора тому, кому адресовать данный пост. Я пока скажу, для чего все это затеяно. Вы ставите единый модуль. И мы идем сейчас по пути, что модуль для Bitrix24.1 указывается адрес, вы указываете свою авторизацию, он соединяется с B24, получает токет на авторизации и подгружает список, контакт, людей и в дальнейшем позволяет вам, например, внутри, вот вы взяли счет на оплату, посмотрели его, и есть, видите, кнопочка опубликовать Bitrix24. Указываете, кому. Здесь у нас пока один адресат, можно выбрать разных получателей, и это оказывается там. Или, например, сформировали отчет по задолженности клиентам, и, что важно, вы можете сказать, публиковать регулярно. Выбираете людей, выбираете время, и, например, в 9 утра 1С будет готовить отчет по задолженностям и публиковать их в живую ленту. Ну, растапи нету в коробке. Хотят в коробке. Хотят в коробке. Ну, пока не может. Делали задачу для облака, действительно. То есть, еще раз, это одноразовая публикация и многоразовая, то есть по расписанию. Вот так мы рассуждали и сделали пример для интеграции внешней системы для Bitrix24. И весь этот механизм, собственно, разработан, чтобы легко публиковать, интегрироваться с живыми лентами. Ну, это результат, по сути, что в итоге получается пост приотаченным отчетом. Ну, также у нас, конечно… Ну, то есть вот там, в предыдущем слайде с URL на help, там был пост с примером на PHP. То есть есть примеры, как это сделать при помощи модулей написанных специально для оболочки для REST. И, возможно, в будущем у нас появятся какие-то, может быть, стандартные публикации из буса, когда можно будет из буса публиковать с определенной периодичностью какие-то отчеты в живую ленту. Там нужно необходимых порталов. Ну, в общем, интеграции есть. Спешили. Давайте мы можем договориться следующим образом. Вы можете задавать вопросы по этой части. И если я правильно понимаю, то у нас основные доклады и по управлению сайтом MPB24, которые бы оказались самой платформой технологией. И у нас есть, на самом деле, время поотвечать на ваши самые разные вопросы по продукту, там по другим модулям. Но можно позадавать и по этой части. Определяйте сразу уже по теме или по другим вы будете задавать. У Коли разные вопросы. Год назад я задавал... Секундочку. Год назад задавал вопрос, это скорее всего к партнерскому отделу теперь. Потому что я задавал этот вопрос Денису Шарамову про слоны. Помните, да, Сергей? Про слоны. А, по техподдержке будет доклад еще? Будет. Еще будет, да. Вот тогда Шарамову зададите. Не, но он спустил это уже дело партнерскому отделу. Я бы, наверное, его партнерскому отделу задал. Год прошел, а вот и ныне там. А какой вопрос? Вопрос с баллы за нахождение ошибок. Мало того, что я подкрепился в своей уверенности, мы видим сообщения в блогах и форумах, что партнеры делятся своими сообщениями, что мы нашли проблемы, вот, оказывается, вот так, вот так, все, техподдержка их решала, мы их уже решили, они им подсказали. То есть, помогаем, реально помогаем. Я, кстати, согласен, если это пойдет за счет отдела тестирования. Раз уж мы разные вопросы задаем, возвращаясь к бизнес-процессам. А с чем связано, что у нас нет возможности никак использовать привязку к группам, когда мы делаем бизнес-процесс не в дизайнере, вообще нет никакого функционала привязки к группам, а бывает это необходимо. И второй момент – привязка списков к группам. То есть, у нас есть задача, у нас есть CRM, а группы – это просто планируется или какое-то ограничение? Спасибо. А, понятно. Ну, потребности все. То есть, мы не специально, не думали, что это не надо делать. Коллеги, а даже по поводу того, что нам стоит доработать по бизнес-процессам, какие-то кастомные действия, я вас приглашаю на сайт «Идей», постите туда свои идеи, и мы на них очень-очень сильно опираемся на то, что вам нужно, мы берем оттуда. У нас запланирован список кастомных действий, то есть по CRM, по спискам, по задачам, по документам, но хочется еще получить от вас идеи, какие нужны. Да, да, я запомнил, записал. Добрый день. Есть интеграция с Яндекс-диском, с Google-диском, но есть еще такое весьма узкое файло-хранилище, это один из документооборот. Планируется ли интеграция с ним? Ну, в данном случае интеграция с облачными сервисами. Вы имеете в виду фреш или локальную версию? Нет, документооборот обычно локальный, висит на сервере клиентском. Ну, это тогда новая платформа, растапе. Для того, чтобы это сделать, просто нужен оаус, нужна как бы внешняя авторизация какая-то, которую пользователи могли бы. Документооборот дает его? Да. Он же публикуется, да. Ну, давайте попробуем посмотреть, почему-то незнакомая тема, не слышал, что использовали и авторизацию, и хранилище как документы. Пару вопросов о наболевшем. Bitrix24, контакт, и к нему привязано ответственное лицо. И это ответственное лицо, к примеру, я его уволил. И потом приходит e-mail этому контрагенту, и, соответственно, его уводомление получает ответственное лицо, которое уволено. И как бы я, как руководитель, не могу отследить приход этого письма. Ну, разве что в ленте, но есть вероятность, что я это не посмотрю, к примеру. Ну, то есть просто тут потеряются письма. Эта проблема, ну, как бы она всегда есть. Мне кажется, даже у вас. А что у нас процедура увольнения? У тебя есть контрагент или контактное лицо. В нем привязано ответственно, то есть мой сотрудник. Я его уволил, а, допустим, контрагент мне год не писал, и раз вдруг письмо написал на почту, которая в Битрик. И она подсосалась к нему уведомление. Этому уволенному, ну, то есть фактически не было никому уведомления, никакому сотруднику. У вас разве не один ящик на ЦРМ? Один ящик, конечно. И этот ящик привлечет уволенному человеку? Смотрите, есть письма, которые валятся в ЦРМ, да, их же большая масса там. Вот мы уже столкнулись с тем, что нереально, я не могу просматривать этот ящик, потому что туда валится, ну, огромное количество письм на всех сотрудников. Соответственно, каждый сотрудник видит уведомления о своих письмах, а вот контрагентам, которые привязаны увольные сотрудники, предположим, клиент, которым мы два года назад работали, его никто не видит. Единственное, как вытащить это письмо, это просматривать общую почту. Но это не очень удобно. То есть иногда бывает письма, видим недельной давности назад. Ну да. То есть это вопрос передачи контрагента другому сотруднику при увольнении текущего. Да, все. Да. Да, подумаем. Спасибо. Ну это стандартно, то есть во всех компаниях. Спасибо. Ну давайте, проблематизировали, похоже, коллег. Пометьте сейчас. Раз вопросы обо всем. У нас как минимум пять клиентов есть, которые говорят, когда наконец в битрикс-магазине будет нормальная партнерская программа. То есть тот блок аффилиата, которому уже лет десять, наверное, и не устраивает никого. Ни статистики никакой нет. То есть мы-то все видим замечательно, а сами партнеры говорят, ну что это такое? Спасибо. Хороший вопрос. Есть основное опасение, почему пока не идем или не восстанавливаем этот блок. И тогда, когда он был сделан, уже было более-менее понятно, что аффилиатки не взлетят. И по факту на сегодняшний момент можно сказать, что аффилиатские системы для e-commerce, для продаж не работают. То есть они могут хотеть, это где-то даже в книгах написано, аффилиатки, они на Западе все больше умирают. Ну вот инфопродукты, я, наверное, подозреваю, ну... А мы для Bitrix24, мы же сделали аффилиатку, мы ее как сделали? Завтра расскажем? Завтра расскажем? Ну, попробуйте уговорить, как-то нас объяснить, потому что лично я не вижу этого сегмента. Мне кажется, что он действительно про очень специфические продукты, очень узкие, не массовые. И что, они заработали на этом? Да. День добрый. Еще небольшой вопрос по бизнес-процессам на самом деле. У нас, мы знаем, есть бизнес-процессы, которые автоматически запускаются на создание сделки, на изменения, но вообще есть реальная потребность запускать бизнес-процесс для создания какой-то сущности. Очень часто идет запрос от реального бизнеса, который хочет посадить, скажем так, говорящих обезьян на телефон, которые бы в процессе разговора по некому там условно опроснику заполняли определенные поля, на основании которых формировалась бы сделка там, контакты и прочее. То есть, по большому счету, если бы была возможность из окна обработки звонка, всем очень нравится обработка телефоней, запускать некий бизнес-процесс. Скрипт. Ну, по сути скрипт, да. Просто он может быть сколь угодно сложный, и это не просто был бы опросник, а действительно полностью автоматизация операторской работы. То это было бы очень удобно, потому что сейчас, как бы получается слишком много кликов, люди вынуждены создавать сделку, быстренько что-то туда вносить, сохранять ее, потом только запускается бизнес-процесс, который повторно что-то там начинает спрашивать. Это не очень удобно. Ну, вот вопрос, собственно, какой шанс на то, что появится некий механизм, позволяющий запускать бизнес-процесс из... Ну, в основном, речь идет, конечно, про припятку к телефону, не просто вот какой-то бизнес-процесс из ленты, а именно связанный с конкретным контактом, который на момент совершения звонка входящего, он уже известен. Ну, спасибо, я думаю, мы обсудим, да, и... Не, ну что у тебя за ответы обсудим? Ну, конечно, сначала говорят уже невозможно. Если вы реализируете процессы СРМ, чтобы было больше возможности что-то местной работе и на ассенцизации СРМ в соответствии. Так-то я думаю, так все будет. Когда он говорит, все будет, мне страшно. Поэтому я и говорю, что обсудим сначала. Ну, вообще, про скрипт нас частенько спрашивают. Ну, скрипт сделать как БП? То есть вы имеете в виду, что скрипт это и есть БП? Ну, по сути, да. Не, ну я так понимаю, скрипт это когда они бегут там и задают одни вопросы и на них отвечают там да, нет, заполняют поле. Ну, то есть они прям бегут, это бизнес-процесс такой. А эти все данные собираются, потом когда-то заносятся, да, там, типа, в сделку, в контакт. Ну, да, от них зависят следующие вопросы. Ну, в принципе, скрипт на БП писать. Ну, тема, тема, тема. А я видел, тот руку поднимал. Я поднимал. Здравствуйте, Алексей Коломыц. У меня вопрос по интеграции почты с CRM-системой. Ее невозможно распределить на большое количество сотрудников. Либо только один, во-первых, только один ящик интегрируется. Если человек хочет у своего там конкурента, продажника узнать все контакты, всю переписку взять, он просто создает контакт с этим e-mail и начинает всю переписку себе дублировать. И это такое, как бы, невозможность распределять отдел продаж. Вот, если интегрировать e-mail с CRM-системой. Вопрос. Вопрос. Как распределить переписку так, чтобы не могли конкурирующие отделы ее читать с CRM-системой, если интеграция налажена? Если вы интегрировали CRM-систему с e-mail, у вас есть контакт, у которого данный e-mail указан. Если данный e-mail приходит на почту основную, он приходит, добавляется к вам в контакт. Если вы хотите у своего там сослуживца прочитать переписку, вы создаете контакт, забиваете его e-mail и вам начинают дублироваться все письма. Что у вас за отношения в компании? Кстати, способ мухляжа, посмотри какой. Он делает контакт с нужным e-mail и шпионит за соседом. Может, что-то поменять внутри все-таки? А как этому противостоять? Ну, хорошо, ладно. Ну, получается. И что? Нельзя создавать e-mail, если он уже создан. Вот если создан, на подтверждение от человека, которого уйдет, например. То есть нельзя дублировать контакт с одним и тем e-mail. Нельзя дублировать контакт. Ну, если вы создаете контакт, у нас же есть проверка на дубликаты. Когда начинаешь создавать с таким же e-mail, сразу идет запрет на создание такого e-mail. Все. То есть нельзя сохранить, если данный e-mail такой уже есть. Чего киваешь? Проверка дубликатов уже есть. Вы не зря здесь сидите. Да. Я уже все вопросы порешал. А я думаю, чего вопросов-то нету? Они уже все вопросы порешали. Список все пополнило? Так, пожалуйста, вопросы. Вопрос тоже из реального сектора. В нашей компании хочется очень построить воронку именно от лидов. Мне кажется, вопрос может уже задавался много раз. Потому что все воронки продаж строятся от сделок. И в прямых отчетах нельзя связать лид с продажей конкретной. Потому что лид отдельно конвертится, есть отдельно конвертация лидов. Можно посчитать какую-то статистику. Но нельзя понять, какой источник нам приносит больше прибыли только на данных CRM. Мы считаем это через Google, через аналитику, еще каким-то образом. Можно ли как-то решать эту проблему? Сделать какую-то общую воронку, чтобы от лидов можно было считать? Например, вопрос самый такой горящий. Какой источник? У лида есть источник. Какой источник приносит больше денег? Можно ли это посчитать стандартными средствами битрикса, чтобы не извращаться, как мы там еще придумали? Катюш, мне кажется, мы же собираемся репорты, когда доделать в лиды. Там будет воронка. А как вообще сделать? У них статусы разные, источники разные. Если вы хотите ответить именно источник, почему вам не передать более источник из лидов сделку при конвертации, тогда у вас по сделкам, грубо говоря, по пользовательским полям вы сможете отфильтровать эти сделки. Да, у нас не будет воронки от лидов. Сейчас лидов будет в конверт. Мы не можем понимать такой цепи. Общий сводный отчет хотят видеть? Общий сводный отчет, у нас в лидов нет сделки. Да, я поняла. Только пока непонятно даже визуально, как это представить. У лидов свои статусы, как будет своя воронка, и количество статусов и всего, а у сделки свои. Ну, поговорите, попробуйте обсудить. То есть мы не сопротивляемся, мы просто не очень до конца понимаем, как вы хотите, чтобы выглядела эта часть. У нас уже о потребностях такая штука. Значит, есть у нас контакт, из него делаем сделку, и, например, вот хочется, чтобы туда переносить поле, например, адрес. Мне кажется, это логично, но может кто-то не согласится. Катюш, ты отвечаешь опять, да? Повторите, пожалуйста. Итак, у нас есть контакт. Создаем из него сделку. Я считаю, что логично, что адрес этого контакта должен переноситься по умолчанию в сделку. Да, я сегодня встречала, по-моему, ваш вопрос. Да, вы писали. Я себе зафиксировала. Да, согласно с вами, логично. Я думаю, что сделаем. Спасибо. Так, смотрите, как много вопросов по CRM-то. Мне кажется, мы вообще CRM-компания. Вам не кажется? Хотя мы никогда так не считали и сопротивлялись всегда. Есть вопрос. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Сергей Доронин зовут. Смотрите, вопрос такой, может быть, задавали. Если мы ведем в лиде, то когда конвертируем в CRM, то теряются все контакты. Вот задавали, не задавали вопрос. То есть у нас теряется вся история. Получается, что лид вроде как отдельно, а продолжение отдельно. Вся история теряется. Бросай ноутбук уже, выходи и отвечай на вопросы. Вы имеете в виду, что теряются дела при конвертации лидов в сделку? Вот так. Да? Нет, история. Например, есть лид, я звоню, говорю, здрасте, здрасте, мы о чем-то поговорили. Потом наступает момент, когда клиент говорит, окей, мне интересно с вами работать. Я его конвертирую. И вот эта история, она остается в лиде. А я ее хочу видеть в контакте, потому что другой человек в сделке или в контакте. Я вас поняла. На следующий релиз, даже не на следующий, наверное, летом, мы планируем значительно упростить конвертацию, в том числе дать возможность конвертировать из лида новую сущность и дела, и историю, то есть сохранять все это. Ну да, чтобы оставалось, потому что, получается, теряется и целостности нет. Да. Так, не убегай. Ну микрофон нам не хватает. Юра, давай микрофон. Ты уже, похоже, больше не можешь отвечать. Меня зовут Евгений, студентенция. У меня вопрос по задачам. Хотелось бы увидеть такой момент вот справа в столбце, когда у задач есть много соисполнителей, процент участия того или иного исполнителя в данной задаче. То есть не смотреть это по таймингу, кто сколько затратил времени в процессе, а если задача была во много итераций, получается такая большая колбаса, а сразу видеть, где выводится соисполнитель по задаче либо процент, либо время, которое человек затратил на эту задачу. Идея интересная. Задачи также планируем дорабатывать, в том числе интерфейс. Я думаю, подумаем либо об отчетах по задачам, либо что-то вот для каждой задачи, какой-то такой отчете по процентам. Подумаем, спасибо за идею. Ну, в принципе, да, у нас же данные есть, да, получается. Спасибо. Я там видел вопросы. По поводу лидов и сделок. А можно лиды вообще убрать? Честно, большинство клиентов не понимает разницу между лидами и сделками. Для них вот сама вот эта модель, я понимаю, что она более общая. Но вот на чем, кстати, Таковинин все время выезжает в сравнении с Битрикс24. Он все время говорит про лиды, а на самом деле имеет в виду сделки. И для людей вот эти два термина, это на самом деле как бы одно и то же. И мы сталкивались с ситуациями, когда люди полностью весь учет на лидах делают. То есть для них вот этот вот лид, они его по статусам ведут, они до сделок вообще не доезжают. И через какой-то промежуток времени до них доходит, что они не могут создавать при такой модели повторные сделки. То есть у них повторные продажи вылетают. И они вот так вот там бегают по стенам, не понимают, что с этим делать. А могут они вообще вести, например, тогда сделки? Да, по большому счету, ну как бы ну сделку. Ты завел сделку, назвал ее там, может быть. У нее статус там непонятно, не созвонился еще. Потом созвонился, тебя послали на трибуку, ты сказал, сделка не состоялась. Как бы все. То есть лид становится не очень нужной сущностью в системе. Он реально упрощает, во-первых, перенос истории, он становится не нужен, потому что нет никакой истории у лида. И в принципе упрощает восприятие системы. Ну на самом деле просто существует два сценария. Есть компании, которые все-таки работают от лидов, обзванивают их. И только после того, как клиент согласился, да, заключили какую-то сделку, они все-таки конвертируют и работают дальше со сделкой. Ну так это просто два статуса еще в сделке будет. Ну на самом деле не говорю. А в чем разница? Смотри, ты во многом прав, когда говоришь, что кому-то, это непонятно. Но есть компании, которые работают так исключительно. Они, например, закупают там тысячу этих лидов, загружают, а потом обрабатывают. И далее… Но это будет тысяча сделок. Разница-то в чем. Ну еще раз, ты говоришь, давайте выкинем. Ну давайте мы, может, как-то интерфейсно… Нет, на самом деле… Ну хотя бы интерфейсно, да. То есть реально просто сделать вот такой срез и все. Убрали галочку, нет лидов. Кстати, Катя, я так понимаю, что в этом случае, извини, тогда входящий звонок должен записываться не в лид, а в сделку. Ну да, какая, собственно, разница? В телефоне это есть, в настройках можно сразу в контакт. На самом деле, если при внедрении вы узнаете, что компания не будет работать от лидов, а работать удобнее от сделок, вы можете в настройках прав доступа полностью закрыть им доступ к лидам, и у них даже в пункте меню не будет лидов. А вот это хороший вариант. И в телефоне, я так понимаю, настроить… Чтобы автоматически… Создавался контакт, Аня Лин. Да, да. Слушай, а может быть нам все-таки действительно какой-то на входе их спрашивать? Вы вообще… Вы знаете, что такое лид? Они такие… Нет. И все. И все, и спрятали… Нет, слушай… Спасибо. Что такое лид – это самый большой вопрос. Мне кажется, это одна из самых популярных статей сейчас в нашем синем помощнике. Сергей, еще здесь маленький вопросик. Ну вот, говорят, что многие уже разбираются. У меня скорее пожелание. Можно ли побольше обратить внимание как раз на уволенных? Звучал уже вопрос. В определенные отчеты по менеджерам попадают данные по уже уволенным давно сотрудникам. Показывается, что они нулевой результат показали по продажам, но они все равно присутствуют и в воронке, и в отчетности. Не хочу их уже видеть. Я думаю, что по уволенным просто много уже встречаем таких отзывов, да, и ответственные, и вот в отчетах. Я думаю, проведем работу, что-нибудь придумаем. Хорошо. Пожалуйста, вопрос. Я не традиционно, не про CRM. Вот местоположение, классная штука вы добавили, причем она, я так понимаю, синхронизируется там с глобальными справочниками какими-то. Ну а почему без дома? Ну есть же дом. Почему до улицы? Почему не довести до номера дома? Это же тоже открытая информация, и она очень нужна, ну реально. Мне кажется, Олег даже прокладывается, кто-то на квартиры сейчас думает уже. Может уже и квартиру. Вот на карте у нее есть там… Улица, она длинная, дом – это все-таки конкретика. Доставка, она в дом идет. А я не знаю, у нас есть дома? Нет домов. Там все… Видимо, вопрос… Ну, когда импорт мы делаем, мы выбираем там, да, там до улицы, до города. Нам пора облачный сервис делать. Надо до дома, потому что это нужно. Ну вот это очень нужно. Облачный сервис, и чтобы сразу он координаты брал. Вот, кстати, раз уж мы начали дискутировать, есть такая идея, например, вот мы обсуждали. Она у нас записана на 16, но вот сейчас такая тема, настроение у всех такое. Научить, например, наше мобильное приложение, чтобы собирались координаты, откуда ты последний раз писал. А потом бумс на карте и увидел все сотрудники, где они расположены. Ну, трек, да. Последний раз писал. Какой-нибудь… Да, да, да. Ну, прекрасно сразу, да? То есть есть плюсы, ты как бы открыл карту, видишь всех сотрудников, где они в поле. Я… Вот же, понимаешь… Сергей, здесь еще вопросики есть. Да, давайте. Добрый день. А можно еще Екатерину еще раз попросить? Да, да, да. Значит, у меня два комментария коротких и один вопрос. Первый комментарий. Во-первых, лиды нужны. Они нужны для компаний, которые работают с B2C. Спасибо. Обязательно нужны, значит, и очень нужна по ним воронка. Очень нужна, вот коллега говорил об этом. Воронка будет обязательно. Значит, второй комментарий. Вы должны серьезно задуматься о том, что вы CRM-компания. Потому что 80% клиентов рассматривают вас именно так в продукте B3X24. Подумайте об этом, значит. И вопрос. Очень важно иметь и в сделках, и в лидах, значит, различные наборы статусов. Когда они появятся? Так они же разные. Да. Нет. На самом деле, я так понимаю, в зависимости от типа сделки будет свой набор статусов для воронки. Да. Есть такой продукт американский, как он называется? Пайплайн или как-то так? Вот CRM очень популярный. Вот у них такая возможность реализована. В зависимости от типа сделки, разный набор статусов. Точно так же разные типы лидов, разный набор статусов. Это очень важно, на самом деле, для огромного количества бизнесов в России. На самом деле, этот вопрос, да, мы держим в уме, пока не планируем реализацию, потому что, на самом деле, она сложная. То есть работа очень объемная. Это разделятся и отчеты, и, ну, то есть очень объемная, очень много всего. Там не просто статусы разделены. То есть в коробку можно смело делать приложение. Я правильно понял? Да. Окей. Думаю, да. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Услышал словосочетание мобильное приложение, вспомнил запрос от нашего клиента-риэлтора. Необходимо было, чтобы менеджеры на выезде в сделку добавляли фотообъекта. Ну, хорошо, в коробке мы добавили поле типа файл. Все супер. Но в мобильном приложении нет возможности отобразить это поле, подгрузить фотографию. А на разработку он пока не готов. И, значит, вот вопрос, появится ли такая возможность. И, в целом, планы по мобильному приложению для битрикс24. Спасибо. У нас будет это попозже. Мы прямо сейчас не нырнем, чтобы все не перечислять. Да, как раз будет доклад в конце. Я думаю, вы как раз там получите ответ на свой вопрос. Всех еще вопрос. Да, пожалуйста. Еще вопрос. Но он уже не по CRM. Просто по битрикс-диску там есть сложность. В общем, я, например, работаю с трех компьютеров. Это у себя дома ноутбук, когда где-то выехал. И еще на работе стоит сервер терминалов. Там работаем. Кроме того, это речь про общие папки, про битрикс-диск. Кроме того, другие сотрудники работают так же. Так вот, когда создаешь группу, и эта группа как-то называется, почему-то при работе с низких компьютеров образовываются дубли. Еще одна такая папочка, еще папочка, еще папочка. И потом ее невозможно удалить. То есть, ты ее удаляешь, и она снова появляется. Видимо, откуда-то синхронизируется. Вот такая проблема. Винда? Битрикс. Все рядом. В Турбоксе ее нет. Такой проблемы. В Windows версии, да? В Windows версии диска. Да, да, да. Да. У нас есть такая проблема, да? Ну вот. Могу показать. Покажите, да. Хорошо. Спасибо. Я сегодня вопросы от меньшинства буду задавать. Мобильное предложение под Windows Phone будет ли порталом? Ну, у нас доклад там будет как раз. У Жени будет график именно по России, на котором показано, что доля Windows Phone не растет, а уменьшается. Уже растет, он сказал? Что, вчера начала, что ли? Кто еще поставил запросы? Он сейчас скажет. Слушайте, ну запросы всегда поступают, да. Но есть большой риск. Что они там объявили сейчас? Следующий Windows 10, он же везде теперь, и опять какой-нибудь несовместимый. Нам кажется, что опять как-нибудь выкрутит, и они опять переделываются. Нет, не будет. Нет, не будет. Еще аплодисменты. А вопрос к вам, Катя. Более прочее решение, конечно, чем предыдущий. Там один из вопросов. Уж коль нельзя сделать для разных типов сделки разный набор статусов, ну точнее не то, что нельзя, нам очень хочется, но это очень сложно. Мы понимаем, что его не увидим в краткосрочной перспективе. То такое решение, например, применить настройки отображения той же сделки. Сейчас есть ко всем применить, сделать по умолчанию, это здорово. А вот применить к группе, например, какой-то. Потому что у разных групп, кто разные типы сделок обрабатывает, для них могут быть разные свойства, можно вынести наверх, в шапку и так далее. По-разному настроить. Если можно будет сделать, применить для группы, это будет уже какое-то хотя бы временное решение. Я имею в виду не разделять именно стадии сделок, а, например, какие-то поля. То есть одна группа видит определенные поля сделки, а когда уже она переходит на следующую стадию… Смотрите, каждый может для себя настроить, как ему показывать, допустим, сделку подробно. Какое поле выводить, выше, ниже, что там вот в эту шапку вынести. И там есть у администратора такая возможность сделать по умолчанию для всех. Да. А еще вот нужно добавить, сделать по умолчанию для группы каких-то пользователей. Я поняла, там выбрать группу пользователей. Да, выбрать группу, и чтобы у них так появилось, чтобы не каждый там себе придумывал. Потому что одни с одним проектом работают с одним типом свойств, набором свойств другой, отдел работает с другим набором свойств со всем, потому что они по другим сделкам работают в принципе. Я поняла, я думаю, что это сделать, да, мы как бы сможем, это просто. Пожалуйста, вопрос еще. Слушай, ну они как-то разрулят это, а так все поля будет видеть. Вопрос. Маленький вопрос. Когда в мобильном приложении можно будет видеть решение из marketplace, поставленное на портале? Мне кажется, технической сложности там особо быть не должно. Какая разница, что из iFrame показывать в браузере или в мобильном приложении? Юра, ответишь? Ваня, дай микрофончик. Ну, с видимых, конечно, нет сложности, но для того, чтобы приложение начало общаться с интерфейсом, это же надо делать прослойку. То есть это же не так просто. Ну, визуально, конечно, это просто выглядит, но по реализации, по технической это не далеко так просто. Потому что мы начинали, например, делать аналог для десктопа, для нашего десктопного приложения, чтобы можно было также добавлять кнопочку, окошечко, которое дальше что-то делает. Но тут сама сложность в том, что внутреннее приложение из iFrame, оно должно иметь доступ к элементам управления, интерфейсу, подсвечивать, то есть как-то общаться с самим приложением снаружи, то есть получать его там токены. Ну, почему не пойти как бы поэтапно? Ну, половина приложения ничего в интерфейсе, на самом деле, не добавляет. Оно работает независимо и само в себе. Ну, даже, я думаю, не половина, 99,9. Вот я даже так сейчас на вскидку, я не знаю ни одного приложения из marketplace, которое что-то меняет в интерфейсе. Это же, ну, черный ящик, который в самом себе работает. Рестапи ничего ему не дает в интерфейсе менять. Что? Хотим, но не можем. Ну, вот сейчас как бы это не проблема. Проблема именно в том, что мы можем написать, например, решение для какой-то предметной области для мобильного приложения. Ну, реально, вот стандартное Bitrix24 мобильное приложение, оно с точки зрения CRM очень избыточно, и на самом деле для каких-то вот бытовых полевых таких условий оно неудобно. Когда, ну, есть клиенты, которые, например, я не знаю, курьеров рассылают, вот они вот с мобильным приложением едут, чтобы им просто даже отобрать свои сделки, им приходится очень много там тыкать, это неудобно. А можно было бы написать под них примитивнейшие совершенно там решения, которые показывают сделки именно этого курьера. Он их будет тупо видеть, нажимать, я доставил и все. То есть очень простое, примитивное, но заточенное под предметную область. Все, что для этого нужно, вынести пункт меню в мобильном приложении. И также в iFrame все это решение показывать. Копеечная доделка, все будут очень радостные. Вообще, конечно, кажется перспективным, хочется, чтобы на мобилу могли что-то ставить. Фотку, да, к задачам. Давай мы пообсуждаем. Комментарии в мобильных задачах будут работать. Комментарии будут буквально вот скоро. У меня вопрос на засыпку. Когда в мобильных приложениях, вам, наверное, уже дырку большую проели, можно будет тапнуть просто на уведомление и в задачу попасть? Почему лайки показываются, а вот, блин, отбивку по событиям в задачу не попадешь? Почему? А мы еще не выпустили? Почему? У нас уже работает, да? У них работает, вам хорошо, да? Ну, это в ближайших планах. Ну, сейчас вообще могу показать пока то, что не выпустили. Не все увидят. Наш портал загрузится, там задачки загляни, пошарься чуть-чуть. Так, пожалуйста, вопрос. Страшно, что-то я зря сделал это. Ножом по сердцу. Важные уведомления от руководителя. Пару лет назад писал уведомления, новый сотрудник, когда приходит, ему прилетают 100 уведомлений за последние несколько лет, сразу, когда он на входе. Важные сообщения, видите? Да, да, да. Делаю это теперь. Посмотрим, проверим. Спасибо. Еще вопросик. Так, я тут увлекся, да? По мобильному приложению. Значит, клиент работает по всей стране, имеет карьеры. В карьерах нет интернета. Менеджерам и прорабам нужно мобильное приложение B324, чтобы работало в оффлайне. А что работало в оффлайне? Ну, например, открыть сделку и написать в ней комментарий. И потом, когда появится интернет, этот комментарий улетит в портал. Очень крупная компания. Да, это понятно, что она очень крупная. Понимаете, коллеги, в общем, умом понимаешь, но цена реализации оффлайна огромная. То есть фактически синхронизировать потом объем, отличия, которые были. Вот у тебя есть локальная версия. Что получилось, какие изменения там. Дальше начинаются граничные условия. Все не удалось загрузить. Легче ретранслятор поставить в карьер. Мы прикрутили в WhatsApp. И он оставляет в WhatsApp, а вот так умеет мобильное приложение оставлять, когда появляется связь. Жень, ну давай уже, хватит халявить. 16.03, коллеги, переходим на кофе-брейк. Спасибо. 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 Спасибо.